Шиво, тофа, гутевох, хорошей недели! У нас сейчас Мишли, 189-й урок, мы находимся в 21-й главе и предложение номер 24. И говорит Шлома Амеллах, я читаю так, как он перевел кореводчик по-русски, а потом посмотрим, что написано. Надменный злодей кощунствующий, имя его действует с буйной гордостью. Я не очень понял, что здесь написано, я просто прочитал. Теперь читаем, как это написано на иврите. Зет – это человек, который от слова мезет, тот, кто делает преступления специально. Егир – это гордец, человек, который гордится своими преступлениями. Лет шмо – его имя насмешник. И делает это он, Аверот, специально Безадон, специальным способом. Это так примерно я могу перевести, потому что очень трудно дословно переводить. Мальбим, когда он начинает комментировать, он начинает с перевода слов. Я уже говорил, что в Мальбиме есть два комментария – перевод слов и объяснение. Перевод слова Бааварат, он переводит, что Гедр Гаавейра, Шаавер Гагвуль. Что такое Авера? Мы все привыкли к слову Авера, преступления. Когда человек переходит через границы. Слово Авера от слова Лаавор – переходить, приступать – это тот, кто переходит. Что именно переходит Аварьян? Он приступает через границу, он переходит границы дозволенного. Это перевод слова Авера. Теперь Мальбим в объяснении иньоним, в объяснении того, что у нас произошло, Мальбим говорит. Кто такой Зет? Это человек, который спорит с законами мудрости. Специально. Спорит это, делает это специально. И когда он спорит с законами мудрости и веры, то он, Аммахиш, он начинает воевать, отрицает Гашгоху. Что такое Гашгоху, мы много раз определяли. Это влияние, конкретное, частное влияние Всевышнего, когда творец смотрит на то, что происходит. И в зависимости от необходимости, по той или иной причине, например, в зависимости от поведения человека, то, что лучше для этого человека, для службы Всевышнего и тому подобное. И он, человек, отрицает Гашгоху, то есть отрицает Гашгоха Пратит. Гашгоха Пратит – это то, что существует у нас два управления миром, творцом, два пути управления. Первое – это когда Кодыш Бургу управляет через законы природы одинаково для всех людей. Например, для всех людей одинаково F равно МЖ, сила будет одинаковой, сила притяжения к земле. Но при этом существует еще один вид управления Всевышним миром, который идет не через законы природы, а связанный с его митцвод, с его человеческим восприятием Творца, с тем, как человек служит Гакодыш Бургу. И в соответствии с этим он дает Гашгоха Пратит, с частным влиянием, какое-то Гашбо, какое-то влияние, которое идет к человеку. Так вот, Зейд – это человек, который отрицает эту часть управления Всевышним миром, и также отрицает Схар Воныш – награды и наказания, которые есть в этом мире. И, соответственно, в связи со своим желанием спорить с мудростью Всевышнего, с мудростью Торы, он делает авиарот баят рама, поднятой рукой. То есть есть человек, который делает авиарот, ну, например, человек ест что-то некошерное, просто потому что очень хочется кушать, и сейчас кошерной еды под рукой нет, так ничего страшного, и с кем что-то некошерное. Или любая другая авиара, которая делается из-за того, что нельзя, но очень хочется, а, как известно, многие люди переводят «нельзя, но очень хочется», значит, можно. Но есть другие люди, которые делают авиару баят рама. Они знают, что это то, что запретил Всевышний. Изначально у них есть гашкафа, мировоззрение, которое означает, только они смотрят на мир. Когда они отрицают заповеди, отрицают, даже, может быть, не заповеди, но то, что Всевышний существует, они могут согласиться. Но то, что он наказывает, награждает за исполнение митцвот, наказывает за вирот, то, что он следит постоянно за этим миром, это они отрицают. И, соответственно, вирот, который они делают, они делают баят рама, поднятой рукой. И все это, даже такой человек, который бемезит, специально делает вирот, до тех пор, пока у него не вырастает гордыня, йогер, это не называется лейц, это все еще не насмешник. Потому что он спорит с Гошемом, с мудростью Торы, с Рабаним, он спорит с помощью каких-то своих претензий, попытается привести какие-то доказательства, но он не обращает все высказывания Торы и мудрецов в лейц, нут, в насмешку. И если его победят в споре, докажут ему его неправоту, несмотря на то, что он спорит по глупости и по каким-то другим причинам, он заткнется, помолчит. Но если он йогер, то есть если у него болезнь, которая называется гордыня, то тогда он уже не вникает ни в какие доказательства, ни в какие объяснения совсем. Но он только насмехается над мудрецами, над теми, кто верит во Всевышнего. И тогда он делает бы Аварадзадон, он делает уже не просто, как делал раньше, со злостью, еще с чем-то, но делает Аварадзадон желанием перейти все границы и делать это бы Задон специально на Аргиз, обозлить. И тогда такая Авера, ее определение, это Авера, с помощью которой человек переходит границы дозволенного. Не просто дозволенного, а переходит все границы. И он делает очень плохие действия, в которых не нуждается. И это действия, сами по себе эти действия, они против природы человека и природы его души. Но только желание сделать это быдавка, вот специально на зло, о, на зло я вспомнил слово по-русски, что Задон на зло, это перейти к границе человека и сделать действия против природы, которая есть у человека. То есть это какой-то определенный выход за границу вообще нормального, когда человек начинает делать то, что не входит ни в какие рамки. То, о чем обычно говорят именно на русском языке, не входит ни в какие рамки. Это человек, который начинает с того, что он делает Авераад специально, но переходит Авераад уже не просто специально. Не просто потому, что ему не смогли переубедить, а никакое убеждение здесь уже не сможет сработать, он хочет это сделать. И возникает это в тот момент, говорит Мальбим, а гроб пойдет по тому же пути, потом мы немножко его расшифруем. Происходит это в тот момент, когда человек не просто хочет сделать Аверу, и не просто начинает спорить иногда с очевидными вещами, но когда гордыня человека, когда он вырастает в своих глазах настолько, что ему никто не указ, включая Всевышнего. Гаон Мивильно идет по тому же пути, здесь, собственно, я не знаю, как можно пойти по другому пути, и объясняет. То есть, как мы уже сказали, что человек, который Зейд, который делает специально, он превращается своим высокомерием в насмешника, и имя ему насмешника, и делает он Авераад специально. Но пока он держит, когда он не Шомер Пиф Волошано, когда он еще не встает насмешником, нет, наверное, как-то иначе надо объяснить. Когда человек перестает охранять свой язык, и своим языком он начинает делать бемезет, и начинает гордиться своими высказываниями, то этот человек начинает, он начинает гордиться, идет вслед своей Таавы. Поскольку нормальная ситуация человека, то есть, начало любой Аверы, этот человек идет за своими Таавод. Таавод, мы говорили это желаниями, вожделениями, не знаю, как это перевести. То есть, нормальное состояние человека, это борьба его яцергоры, с его яцерготов, когда у человека возникают какие-то желания, не всегда разрешенные, запрещенные желания, и эти желания требует от него лавор сделать Аверу против Всевышнего. Потому что нормальное состояние человека попытаться восполнить свою Таеву и сделать так, чтобы Таеву было хорошо, чтобы его желания были удовлетворены. После того, как он достигает этого уровня и начинает уступать своим желаниям, наступает следующий этап жизни человека. Этап, который называется Гайва, гордыня. Он начинает гордиться собой, что вот ему все до лампочки, он может спокойно приступить, то, что сказал Всевышний, на мудрость Всевышнего, на его аргументы Тора. У него есть всегда 10 контраргументов, он может объяснить все, что угодно. И об этом сказано. Утигиш лахта ахар гавеха. Тебя, меня ты отослал, выслал из-за своей гаевы. Гоэх, гавех, здесь написано. Это не совсем гаева. Я добавил одну букву, потому что Гаон объясняет, что этот пасук, который я только что привел, этот пасук из Малахим, он говорит, что Не надо читать говех, а читать надо гуех от слова гаева. Говорит о Кодыш Баруу, после того, как человек наполняется гаевой, из-за того, что он что-то съел, и что-то попил, и принял на себя Малхуд Шамаем, человек, после того, как его таева удовлетворена, он поел, попил и так далее, он возгордился, он доволен, он уже чувствует себя человеком, тем не менее, он может принять на себя Оль Малхуд Шамаем. Он съел некошерную еду, он еще что-то сделал, он нарушил какие-то заповеди, но это не приводит еще к отрицанию основ веры. Он принимает на себя Всевышнего. Но человек, который лейц, который в своей гаеве дошел до уровня, который называется лейц, лейцан, это насмешник. Своим языком. То из этого рождается следующий шлаф, следующий уровень, он начинает делать его род бемезет, он начинает их делать специально. И это связано с тем, что у человека есть три уровня. Мысль, слово и действие. Человек, о котором мы сейчас говорим, егир, гордец, это человек, который гордится только в макшеве, только в мыслях. То есть, пока человек делает какие-то действия, нарушая законы Торы, но делает это из-за своей таевы, у него еще есть какая-то возможность вернуться. Человек, который начинает гордиться в своих мыслях, у него еще тоже есть какой-то текун, какое-то исправление. Но в тот момент, когда он выводит свои мысли и начинает их высказывать вслух, и приходит к состоянию лейцанута, насмешки над Всевышними, над заповедем, то гордость, гордыня, которая приводит к этим насмешникам, насмешкам, это приводит к авиирот, к преступлениям, которые делаются бы мезет. Здесь у нас Гаон вел нас в такую сугью, что, ну, он объяснил, что существует несколько, как бы, уровней авиирот, и говорит о том, что обычно, всегда авиирот начинается у человека с его таавы, с его желанием, вожделением, когда человеку хочется чего-то такого вот, что ему недостаточно, и тогда из-за этого он не может удержаться и делает какие-то преступления. Но это первый уровень, с которым человек еще не становится лейцем, не становится зейдом, не становится человеком, который делает авиирот специально. Кто такой человек, который делает авиирот специально, когда, удовлетворяя свою таиву и не останавливаясь на этом, человек идет дальше и начинает гордиться сам собой, И тогда его гордыня приводит к тому, что он идет следующим уровнем и начинает восставать против Всевышнего, и выражается это в первую очередь лицанутым, насмешками. Поскольку, как объяснил нам Мальбин, воевать со Всевышним, спорить с Торой, он пытается это сделать, и все время, пока он пытается найти какие-то аргументы и готов слышать, этот человек еще не полностью потерян. Но в тот момент, когда он отказывается слышать его гордыню, достигает такой степени, что он уже не может спорить с другими людьми, которые хотят ему что-то объяснить, то он выводит все на уровень лицанута, переводит все в насмешку, и после этого фактически его дорога к тшеве к раскаянию закрывается. И связано это с тем, что у него Таева переходит в гордыню. И здесь такая мысль, я не знаю, сталкивались вы с ней или нет, она неоднократно проводится, но тем не менее, я не могу сказать, что она все время так часто встречается. В книге Мишли я сейчас не помню ни разу, чтобы она встретилась, но может быть я ошибаюсь. Потому что постоянно нам рассказывали начало книга Мишли, посвящена Штейнашим, занодным женщинам-блудницам. Это хэмда и таава, это желание, стремление что-то делать для получения прибыли, удовольствия, денег. И таава это сидение и наслаждение от этого мира. Это Штейнашим, занод, с которым мы встречаемся. Мы говорили о том, что есть уровень Гаавы, но чтобы Таева переходила в Гаеву, это мы видим здесь впервые. На самом деле Гаон это описывает очень подробно в комментарии на Магилат Эстер. Поскольку у нас пурим, но уж совсем на носу, то как-то неправильно, как мне кажется, будет не коснуться этого. Есть три комментария вильнюсского Гаона на книгу Магилат Эстер. Один комментарий Альдерих Пшат на простом уровне, где он объясняет царство Ахашвироши, царство Эстер. Такой более или менее стандартный Магалак с какими-то, стандартный путь объяснения, с каким-то хидушем, с какими-то новыми вещами, как в любом комментарии, который возникает. Другой комментарий идет Альписот, Альпикабола на уровне понимания тайны. И третий комментарий, который мне сейчас нужен, это комментарий, который называется Альдерих Ремис. Комментарий, который идет с помощью намека. Вот в этом комментарии первые четыре пасука объясняет Гаон именно то, чем занимается наш пасук Мишли. Может быть, следующий из наших пасук им тоже. Поэтому я хочу немножечко коснуться этого, хотя боюсь, что мы пройдем за сегодняшний день только один пасук Мишли, но так случилось. Так вот, Гаон пишет в комментарии по поводу намека. Он пишет, что эта могила, этот свиток Эстер, он весь является намеком на дни человека в своей борьбе с Ецаргарой. И то, как Сотан приходит, начинает обвинять человека, и его пытается скомпрометировать, пытается заставить сделать Авейру. В Зогаре, в Медраше в Зогаре сказано, что каждый раз, когда сказано слово «царь» в Магилат Эстер, просто «царь», то имеется в виду Акодыш Барагу, Всевышний. Каждый раз, когда сказано «Ахашвирош», это «Ахашвирош». Но каждый раз, когда сказано «Мелаха Ахашвирош», «царь Ахашвирош», это Ецаргара, который есть в человеке, и здесь идет описание того, как Ецаргара завоевывает человека. Почему он называется Ахашвирош, там есть несколько объяснений, в том числе объяснения в Геморе Магила, есть на эту тему. В Зогаре есть разные объяснения, почему он называется Ахашвирошем. Если я буду их все читать, то мы никогда не дойдем до того, что нам нужно. Поэтому я пропускаю введение и читаю сразу же комментарии на первый посуд. «И было в дне Ахашвироша». Это тот Ахашвирош, который стал царствовать от года до куша над 127 странами. Я не буду читать весь комментарий, только те кусочки, которые нам нужны, но довольно длинные. «И было во время Ахашвироша». В Медраше рассказывается, что слово «ваяги» – это всегда слово, связанное с несчастьем. И Ахашвирош, кто такой Ахашвирош? Это брат Роша, брат первого змея, который соблазнил Хаву. И это и есть Ецаргора. Ахашвирош, он был Рошой от начала до конца. И вот он стал царствовать. Вот здесь уже надо немножечко… Стал царствовать. Стал царствовать самостоятельно. Известно, что Ецаргора, в отличие от Ецарготов, не нужно никакое приготовление для того, чтобы он стал властвовать над человеком. К душе святость, она нуждается в постоянном приготовлении. И у цадиким и праведников всегда должна быть какая-то подготовка для того, чтобы они сделали, в том числе подготовка к митцве. Но когда мы говорим про Ецаргору, то здесь все в порядке. Он приходит, завоевывает и начинает царствовать. И начинает царствовать от года до куша. Я тоже не буду сейчас ходить. Что такое 127 стран, мы тоже пропустим. И начнем, собственно, то, что имеет отношение к нам. В эти дни, когда сел царь Ахашвирош на свой трон, трон своего царства, который был в Шишан-Абере, объясняет Гаон, что после того, как Ецаргора завоевала человека, речь идет о том, что Ецаргора становится царем. Царем над кем? Над человеком, который он завоевывает. После того, как Ецаргора завоевывает человека, после этого Ахашвирош садится на трон. Тенок, ребенок, не может говорить до тех пор, пока он не попробует пшеницу. Потому что пшеница – это дерево познания добра и зла. Поэтому в тот момент, когда он начинает есть хлеб, ну, кашу, прикормку, я не знаю, что он ест, из пшеничной пищи, то в этот момент в него входит дат, и он уже может сказать слово «папа». Сказать слово «папа» – «аба», это означает «авинушим и шамаем», тот отец, который на небесах. То есть он уже может воспринимать какое-то понятие к душе святости и одновременно воспринимать понятие тумы, нечистоты. Поэтому после того, как он ест пшеницу и ходит в туалет, от него надо отойти от того, что он сделал, когда сходил в туалет, надо отойти на то расстояние, на какое-то четыре амы, для того, чтобы можно было молиться или говорить слова Торы рядом с ним. До этого все, что он ел, оно не имеет запаха, плохого имеется в виду, отрицательного запаха, и это можно при нем молиться, учиться и так далее. Когда сел царь Ахашвироши, здесь немножко начинается такое месубахное, трудное место в этой истории, именно оно мне и нужно. Сел на престол, на кисе. Престол – это престол тумы, нечистоты. И на этом престоле это ровно противоположность престолу Всевышнего, который описывается в книге Хескеля, где есть четыре животных, четыре ангела, четыре колесницы из четырех колес и так далее. Здесь есть четыре группы, которые являются ножками этого престола. Это четыре группы людей, которые не могут принять шехину, о которых сказано в Геморе, в трактате Сота, что есть четыре группы людей, которые не имеют отношения к шехине. Это аббревиатура слова Хашмаль, на современном языке это электричество к электричеству не имеет никакого отношения. Это Ханафим, Подхалимы, Шакраним, Вруны, Мисапре Лошенгора, те, которые говорят Лошенгора, и Лейцаним. Лейцаним, это то, о чем говорит наш фасук Мишли, на смешнике. Что эти люди, тума которых, их нечистота настолько известна и настолько проявляется, что их выделила Гемора отдельно, как четыре ножки престола Ецаргоры, на которых сидит Ецаргора. А что такое сам престол Ецаргоры? Это, говорит Гаон, это Гаева, гордыня. Ецаргора сидит на нем. И что такое Ецаргора, который сидит на Гаеве? Это Таева, как известно. Гаон не объясняет, откуда известно, Макора, это его Зогар. Он говорит о том, что, когда сел Ахашвирош на престол, который у него был, который в Шишан-Аберее, это Таева, которая села на Гаеву, и сидит она на четырех ногах, которые являются вот этими четырьмя группами подхлимы, вруны, рассказчики Лошенгора и Лейцаним. И понятно, что нас здесь больше всего интересует Лейцаним, потому что это та ножка, которая является, я не знаю, несущей конструкцией престола Ецаргоры. Мне трудно подбирать слова здесь. И когда сел с царем Ахашвирош на свой трон царства, то есть он ввел в человека, внутрь человека, вот все эти отрицательные медот, качества, о которых мы говорим. Что означает Ахашвирош на престоле? Это означает Ецаргора, которая завоевывает человека, и внутрь этого человека входят вот эти четыре качества и становятся его сутью. И тогда он делает пир. Что значит делает пир? Понятно, что слово пир, он должен быть у любого человека отождествлен с понятием тайвы. То есть желанием хорошо, приятно провести время в этом мире, пожрать и так далее. И вот Ахашвирош устраивает пир. То есть четыре качества, которые мы сказали, становятся ножками. Гаева, мы до нее чуть позже дойдем, оно становится самим престолом. И наверху, сверху всего этого, то, откуда все растет, понятно, что здесь надо следить не снизу вверх, а сверху вниз, потому что все растет из Ахашвироша, он является Ецаргорой, и из него растут те качества и те проявления, которые идут ниже. А ниже, то, что идет ниже, это и есть то, что проявляется внутри человека. Так вот, первым шлавом, первым уровнем, который есть, является тайва. Вторым является гаева. Это и есть трон Ахашвироша, на котором все держится. И четыре ножки, это те четыре проявления, которые мы уже несколько раз сказали. Находится это все в городе, который называют Шушан-Абера. В Зогаре сказано, что хэлов вэдам. Хэлов это запрещенный жир, дам это кровь. Они подобны Шушану. Шушан, я не знаю, лилия, наверное, по-русски, да? Роза, лилия. Роза? Роза. Вот какой-то такой цветочек, который, я не знаю по-русски название, но вы поняли, о чем идет речь. Роза. Она бывает красная и белая, почти как Англия и Франция. Красная и белая роза. Так вот, Шушан, это является цветок вот этот вот, колючий. Он является местом, где находится Ецар-гора и все силы. Они находятся в белом, то есть в хэлове, запрещенном жире, и в красном, то есть в крови. Поэтому, если на секундочку просто, это не совсем наша тема, но поскольку я решил немножко влезть в нее, то те, кто помнят Хумаш, думаю, что это все, знают, что Иаков Авин, у него было две таких вот, два контакта. Один контакт с Исавом, который называется «И дом красный», и другой со своим тестем Лаваном, который называется «Белый». Это два проявления Ецар-горы, с которой Иаков сталкивался. Ему нужно было сказать, когда он встречается с Исавом, он говорит, «Им Лаван гарти, вейхарти адгена». С Лаваном жил и задержался до сейчас. То есть красный и белый – это два цвета Ецар-горы, две розы, о которых идет речь. Поэтому Хэллофидам – это два проявления, запрещенные жир и кровь, которые запрещено кушать. Находится это все в Шушане, которое является Бера. Бера – это сегодня это слово означает «столица». Это какое-то большое строение, такое очень крепкое строение. Это крепость, все что угодно можно назвать. Это главное место пребывания Ецар-горы и его нахождение. Это вот в этих двух цветах – красный и белый, которые мы не будем сейчас анализировать. Я дал только некоторый намек для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Но это две силы Ецар-горы, которые существуют. И на уровне Пшата, на уровне простого понимания, на уровне Митцвод, это входит в запрет еды Хэллова и Дама – жира и крови. И сделал он пир. Пир, кому он сделал, продолжает Магилат Астер и говорит. Я напоминаю, что пир – это таева, то, с чего начинается любое проявление Ецар-горы в этом мире. И сделал он пир Лыхоль-Сараф-Ваавадав. А, я извиняюсь, я не прочитал предложение. На третий год царствования сделал он пир всем своим Сараф-Ваавадав. Сар – это министр Эвета-Тараф, всем своим министрами рабов, вельможами рабов, Хэль-Парас-Умадай, войск Персии и Мидии, которые находились в главе над всеми, и также всем Сараф-Ваавадав, всем управляющим разными государствами, которые перед ними. Читаем Гаона. Для всех своих министров, вельмож и рабов. Кто это такие Сараф-Ваавадав? Я перевел дословно, что такое Сар-Эвет, но здесь Гаон не переводит, а объясняет немножко иначе. Он говорит, что это войска, которые назначены, управляющие, которые назначены над остальными Мидот. Еще раз, мы сейчас считаем непростой смысл того, что написано в Свитке Эстер. Свиток Эстер, кроме всего прочего, делает еще несколько вещей, объясняет нам. Я сейчас не говорю, что происходит от Альписот, это отдельный разговор на уровне тайны. Здесь отдельный, очень трудный комментарий Гаона. Но Альпир Эмисон объясняет на уровне намека, что это речь идет про то, как происходит борьба между Ецаргарой, которая становится царем над телом и душой человека, и как эта борьба происходит с Ецаргатов, который борется. То есть конфликт между Ахашвирошем, который Ецаргара, и Мардыхаем, который, как вы догадались, с Ецаргарой не имеет отношение. Так вот, когда Ахашвирош садится на трон, он делает пир для тех управляющих всеми остальными качествами. То есть берутся те качества, которые мы описали, и они назначаются главными, и они должны завоевать остальные качества. Эти качества начинают работать с помощью тайвы, первый уровень, второй гаевы, и третий, четыре проявления, четыре ножки престола, и после чего эти качества должны завоевать все остальные качества, которые есть в человеке. Тайва – это является входом для всех отрицательных медот качеств, которые есть у человека. И главы этих медот, основные их как бы главы, я не знаю, как назвать иначе, это те управляющие и все остальные рабы. То есть есть внутри медот главные медот, которые отвечают за все остальные, и все остальное – это то, что названо рабы. Таким образом, Гаон объясняет, переводит слова, пир для всех сарим, для основных отрицательных медот, и Эвадим – это все медот, которые захвачены этими главными, и начинается управление, и все они вступают в Ессар-Гару. И каждый, над каждым годом есть один управляющий, и также над каждым месяцем. То есть относительно всех медот есть сар. Сар – это, наверное, что-то такое. Если Эссар-Гара – это ангел, то сар, наверное, надо перевести как подангел. Я не знаю, как по-русски сказать. Один, который управляет каждым годом жизни человека, другой – каждый месяц в его жизни. И это называется в Магилат-Эстер – сарей-моденот. Те, которые управляют всеми странами перед ним. Те, которые управляют прошлым и будущим. И об этом сказано в Медраш-На-Алам. Это кусочек из Огара. Сказано. И была ссора между пастухами Лоты и пастухами Авраама. Кто такие пастухи Лота? Это те, кто являются помощниками Ецар-Гары, работниками Ецар-Гары. И они помогают именгак Ецар-Гары. Это не начинать обвинять, а ссорить один с другим. То есть нормальная работа Ецар-Гары устраивает какую-то ссору, какое-то разногласие. Теперь, почему они названы войсками Персии и Мидии? Кто такие Прас-Умадай? Говорит Гаон, что это две дочери Лота. Старшая и младшая дочь Лота. О которых сказано в Зогаре. Что Ецар-Гара не может владеть, а только через дерево, в котором есть две силы души. Одна сила это Таева. И вторая сила это Ли-Тарер. Я не знаю, как это переводить. Ли-Тавотва Ли-Тарер. Ли-Тавот это возжелать, Ли-Тарер это пробуждаться. Горячность какая-то. И эти два качества, они соответствуют двум уровням души человека. Первый уровень это Нефиш. Второй уровень это Рвох. На иврите, понятно, на русском и то и другое переводится как слово душа. Но это два уровня души, более низкий и более верхний. Из этих уровней происходит Таава и Хэмда. Два проявления. В данном случае внутри Таевы он разделяет на два проявления Таава и Хэмда. Таава это те, кто стремятся к... Нет, Хэмда. Таава это стремление к получению удовольствия, бег, постоянное нахождение, стремление, не просто нахождение мести. Таива это больше связано с ленью. Когда человек может все время находиться в состоянии покоя, ему нужны удовольствия, он не гонится за новыми удовольствиями. Ему вполне достаточно того, что есть, но из этого того, что есть, он получает максимум. Это два качества, которые мы много раз обсуждали. И они называются прас-умадай, персия и мидия. Праз происходит от слова лифрос, пруса. Что такое на иврите пруса лифрос? Это кусок хлеба, отломанный, разломленный, разделенный пополам. Это соответствует Тааве, потому что Таиве достаточно того куска, который она получила, но из этого куска она будет сидеть, обалдеть и никуда не сдвинется с этого места. Об этом сказано, но при этом у Таиви всегда, я сказал, достаточно, не совсем так. Она будет получать максимум удовольствия от того, что у нее есть, но при этом Таива никогда не может быть удовлетворена. Как сказано, мы несколько раз говорили, это кусочек из Мидраша Кагелет. Эйна дамет вахацит аватоба едо. Не бывает так, что человек умирает, и половина Таивы находится в его руке. Он никогда не получает удовлетворения полного. Мадай, мидия, это намекает на хэмду. Хэмда, это не хэмда, это не стремление к получению куска хлеба или даже пирожного. Это всегда стремление к деньгам. Бальт-Ахмуд, это стремление к получению денежных знаков. Понятно, что деньги, это совершенно непонятная вещь. Почему к ней есть какое-то отдельное стремление постоянное? Потому что нормальное состояние человека, это стремление к получению удовольствия. От денег, как таковых, удовольствия не получаешь. Получаешь удовольствие на то, что куплено на деньги. Но при этом мы знаем, что есть качество, когда у человека есть деньги, ему жалко их потратить на что-то. он не может себе позволить, вроде как деньги есть, работает, если кто-то помнит, бальзаха, гапсекам и так далее. То есть существует отдельное понятие отношения человека к деньгам, которое выходит за грани нормы. То есть это норма, но за грани понимания это выходит, потому что у человека есть хэмдат мамон, стремление к деньгам. И Хагро приводит в Шнот Ильягу, на Масехет Брохас и на Бабу Каму, он приводит, что сказано относительно каких-то отрицательных качеств человека, который не дает ему сидеть на месте, он готов идти даже в Мадай, он готов идти даже в Миде, идти пешком, для того, чтобы удовлетворить вот это свое стремление. И в Мадай деньги, они ничем не считаются, их всегда мало. И это начало проявления следующего качества. То есть давайте мы вернемся. Есть две дочери Лота, одна из которых это качество Таава, другая качество Хэмда. Ахашвирош это Таава, которая садится на престол, а престолом работает Гаева. Из нее рождаются четыре ножки, четыре качества, о которых мы говорили. Погоня за деньгами. Человек, который ощущает, я богатый, у меня есть много денег. Что является таким основным в этом человеке? Ему не требуется потратить эти деньги для того, чтобы на них купить много вкусной еды и так далее, и так далее. На что в основном идут деньги? Купить себе какую-то одежду, которая является очень красивой, чтобы показать, что у меня богатая одежда, а у тебя наоборот. Купить какую-то машину, когда не годится просто, я название не очень знаю, там, я не знаю, Субари, а должно быть куплено Феррари, если я правильно все эти названия выучил. То для того, чтобы проявить себя, а не просто вот оказаться таким не весь кем. И это мамон деньги, хэмдат мамон, рождает следующее качество, которое называется кавот. Качество, требующее к себе уважения. И получается, что каждое это качество поддерживает другое и помогает согрешить. Возьмем двух дочерей Лота. Мы видим, что первая из них старшая, она пошла в первую ночь, она забеременела от папы, после чего на вторую ночь она обращается к младшей и говорит, давай теперь твоя очередь, иди, и ведет ее. И это то, что сказано, что они договорились друг с другой, и это как цари, которые украшают друг друга и отдают почет, уважение друг другу. Каждый из них находится в каких-то там коронах и так далее. Таким образом, получается здесь такая вот история, что одно качество, оно помогает другому, идет за другим. И тогда получается, что идет как бы по очереди Таева, самая верхняя, то, на чем все держится. Следующий идет Хемда, который идет за Таевой. Хемда рождает кавот, стремление человека к тому, чтобы его почитали, уважали. Который, естественно, покоится на понятии гордыни Гаевы. И из него рождаются те четыре качества, которыми мы говорили, Лошенгора, Лейцанут и так далее, о которых говорит наш пасук Мишлей. Но я хочу немножко расшифровать это. У меня есть еще время, тем более, что, в общем, это Иньяна де Йома. Пурим всего через несколько дней буквально. И поэтому мне кажется, что это будет правильно расшифровать, прочитав еще один пасук. Больше мы явно в любом случае не успеем, а этот, мне кажется, правильно прочитать. Хотя, так вот, чтобы я был стопроцентно уверен, нет. Может быть, давайте мы сделаем такую вещь. Я хотел еще просто одну вещь, связанную с этим, прочитать. Я не убежден, что я все успеваю. Есть такие агадот в Геморри Бавабасра, несколько очень непонятных агадот, которые рассказывает Талмуд про мореплавательный. Я начну. Первая агада говорит, Рома сказала раба Барбархана, «Сказали мне путешественники по морю, что есть такая волна, которая топит корабли, и она выглядит, как язык из огня, в котором есть белое на конце языка. И мы бьем его веслами, на которых написано «Экья-шер-экье» – «Тот, который вечно пребудет, имя Всевышнего». И тогда волна успокаивается. К этой агадоте сейчас мы пока не будем относиться, и прочитаем следующее. Она довольно такая длинная и еще более непонятная. Говорит раба Барбархана, «Те, кто путешествует по морю, моряки, рассказали мне, что когда идут волны, то между волной и волной есть расстояние 300 парса. Парса – это примерно 5 километров. Понятно, что между волнами есть 300 раз по 5 километров. Это много. И высота каждой волны – 300 парса. То есть, грубо, полтора километра высота каждой… Нет, почему-то и 15 километров высота каждой волны. Понятно, что эту агаду не надо понимать в буквальном смысле, и попытаемся разобрать, что, хотя бы как-то. Однажды я шел по морю, и подняла меня волна до такого состояния, что увидел какое-то место, которое является местом нахождения звезд, маленьких звезд. Что она, как поле, огромное поле, и если бы подняла меня эта волна еще немножко, то выше, чем то место, где она меня подняла, то я бы был сожжен температурой этих звезд. Другая волна идет за первой волной на расстоянии, сколько там мы договорились, 15 километров, да, и кричит первой волны. Волна, волна! Оставила ты мне что-то в этом мире, что я могу разрушить после тебя. Отвечает ему, пойди и посмотри величину, величия Всевышнего, Творца, что даже одну песчинку и один волосок, который существует в мире, невозможно убрать из этого мира. Как сказано, меня вы не будете бояться, говорит Всевышний, если вы не упадете передо мной, как я положил песок, который является границей между морем и между сушей, которой невозможно пройти. Агада. Мы ее прочитали. Теперь Гаон начинает, Вильнинский Гаон. В комментарии, есть такая книжка Гаона, Перушелькамо Агадот, объяснение нескольких Агадот. Посмотрим, как Гаон Мивильна объясняет это Агаду, поскольку она имеет прямое, очень прямое отношение к тому, о чем мы говорим. Первое, на самом деле, тоже, но первое я решил, что мы сегодня вряд ли сможем сделать, поэтому попытаемся второе. Он говорит, знай, что все волны это те несчастья, которые случаются в мире. И каждый из них хочет разбить и сломать. И это, все эти волны, это посланники Сотана. И во главе их стоят 12 глав посланник Сотана, так же, как у Амистраэля есть 12 колен, 12 направлений к душе святости, так же в Ецаргаре есть 12 направлений антисвятости. И каждое из них, оно владеет своим месяцем. Как мы говорили, есть один управляющий годом и один управляющий месяцем. И каждый день идет и усиливается, и усиливается все сильнее и сильнее. И это то, о чем сказано, что со временем, когда разрушен Бейт Мигдаш, у тебя нету дня, в который, клала которого, проклятие, которое не больше, чем предыдущего. И это написано в книге о Вадии «Задон лебега сияга альтакбея кенешер», что зло твоего сердца, специальное ворот твоего сердца ведет тебя, ведут тебя и могут поднять тебя, как орел. И размер, который эти волны поднимают человека и везут, это 300 парсот. И каждый день соответствует одной парсе. При этом за месяц, который 30 дней, получается 300 парсот, которые получаются. И это расстояние между волной и волной. Каждая волна соответствует месяцу. И это измеряется примерно тем расстоянием, которое человек может пройти за это время. Но эти волны, они все усиливаются и усиливаются и поднимаются все выше и выше. И это то, что сказано, что между одной и другой волной, то есть с того момента, когда начинает властвовать один посланник, один управляющий, ответственный за месяц сотона. И другим это в расстоянии, равное месяцу. И есть каждый мозаль, который мозаль сотона, который управляет этим миром. И высота этой волны тоже, как мы уже сказали, это 300 парса. И я как-то шел по дороге и схватила меня эта волна и подняла меня на 300 парса. До такого состояния, что я был около поля, на котором находятся маленькие звезды, если бы я был поднят выше, то я бы сгорел и не было бы возвращения. Имеется в виду, что имеется в виду? Что все вот эти вот состояния несчастья человека, так же, как состояние его и травмута, его поднимания, когда волны его подкидывают, это меда, качество, которое называется гайва, гордыня. Что человека подкидывают на ту высоту, когда он находится около звезд. Что в начале Ецергора поднимает сердце человека, и человек чувствует себя на высоте, примерно как Аман, который был поднят Ахашвирошем до очень высокого состояния, чтобы потом его падение было более видно. Так человека поднимает Ецергора, поднимает на уровне крыльев, которые называются гайва, гордыня, и он поднимается на этой волне, о которой мы сейчас говорим, и это предшествует его падению. Имеется в виду, что когда человек идет по хорошему пути, то он поднимается в дом ко Всевышнему, и он поднимается не на гайве, а поднимается в гдуши. Но как только это происходит, у него растет гдуши, он видит, что он достигает чего-то позитивного, возьмем самый простой пример. Человек учится, и вот пошло наконец, долго-долго не шло, и наконец пошло, он начал понимать талмуд. Гайва растет значительно выше, чем растет сам человек. И тогда он поднимается до такого состояния, что находится около звезд. И говорит нам раба Барпархана, что если бы я был поднят в этой гаеве чуть выше, то я бы сгорел от этих звезд и возвращения бы не было. Эта речь идет о цадике, о праведнике, о человеке, который служит Всевышнему, и у него, его гаева, поднимает его на такую высоту, что оттуда очень трудно спуститься, можно упасть, а если поднять еще чуть-чуть выше, то это просто человек находится на такой ступени, откуда уже практически невозможно вернуться. В Зогаре написано, есть посуг, «Орах цадиким кеор нога». Пути праведников, они как свет ноги, как яркий свет. И он идет до такого состояния, что освещает все, но Дерих Рашоем, дорога нечестивцев, она темнота, сумерки, и они не знают, где они споткнутся. Это тоже цитата из Мишли, из четвертой головы, мы когда-то это учили. Здесь обращает главное внимание на то, что упомянуто. Там, где сказано о Рашоем нечестивцев, сказано слово «Дерих», а там, где сказано о Цадиким, сказано слово «Орах». И то, и другое, дорога, путь переводится одинаково. Дерих Рашоем, путь нечестивцев, это путь, который завоеван, он уже как бы осуществлен, это разбой и так далее. Но Цадиким у них не Дерих, у них Орах, это не тот стандартный путь. И невозможно дойти до дороги жизни каким-то одним путем. Когда мы говорим о дереве жизни, к которому надо прийти, то здесь не может быть Дерих, здесь должен быть Орах. Если вы помните, Гаон объяснял, что Дерих это широкая дорога, по которой идут много людей, а Орах это тропинка, которая индивидуальна для каждого человека. Для того, чтобы дойти до дерева жизни, до Тора, человек должен найти свой индивидуальный подход, без него это невозможно сделать, но этот подход освещается ярким светом для человека, и он может его найти, если он пытается это сделать. И вот сказано, что однажды кто-то из тех, кто ходил по морю, рассказал мне. Кто-то, кто ходил по морю, это люди, которые все время находятся в море. Что такое море? Это Митсулат Аламазе. Это этот мир. Весь этот мир это ям. Это море, которое надо проплыть для того, чтобы прийти к Аламаба, к грядущему миру. Надо прийти, переплыть море. Однажды он шел по хорошему пути, и посланники Сотана, волны, подняли его на такого состояния, что у него произошла гордыня, которая возгорела с его сердца, и он был поднят безумно высоко. До такого состояния, что он увидел маленькие звезды. Почему сказаны именно звезды? Потому что Ам Исраэль, они уподоблены звездам. Как сказано, что это тоже цитата из Магеллад Эстер, когда Зереш говорит Аману, что если ты связался с народом Израиля и Мердыха из народа Израиля, то знай, что они подобны звездам, и если ты взлетел выше звезд, ты можешь упасть очень низко. Нафоль Типол Лефанав ты упадешь перед ним, перед Мердыхаем. Объясняет Раби Игуда Бераби Илая, что сказано упадешь падением, что означает два слова падения. Учат, что этот народ подобен звездам и подобен песку. Когда они спускаются, они спускаются до песка, когда они поднимаются, они поднимаются до звезд. Тем более цадиким, о которых сказано разные цитаты, и человеку кажется, что он находится на уровне звезд, и это гордыня, которая является той волной Ецаргары, которая поднимает человека. Поэтому у цадика одна из проблем, которая есть, это то, что мешает его гордыня, потому что цадик праведник, он должен понимать, что он не нечестивец, он видит разницу между собой и людьми, которые делают постоянный оверот, поэтому у него всегда возникает вот такое вот состояние, и это то расстояние, которое есть между волнами, которое показывает, на какую высоту может быть вознесен цадик, праведник, и высота этой волны это проявление гаевы, гордыни, о которой идет речь. я возвращаюсь к нам для того, чтобы к Магилат Эстер, пока потом к Мишли. Что у нас происходит теперь? Мелаха Хашвирош, царь Хашвирош, то есть это Ецаргара основным первым проявлением, которое является Тава, он устраивает пир. Понятно, что пир это проявление Таевы, которое идет. Эта Таева садится на престол, престолом называется в данном случае Гаава, гордыня, которая есть. И проявления этих Таевы и Гаевы, сидящие на престоле, они происходят через 12 направлений, 12 месяцов, 12 мозолот, 12 созвездий, 12 проявлений антик-души, которые есть, каждый отвечает за свое. И происходит они, престол стоит на четырех ножках, о которых мы говорим. Главным амудом является Лейцанут, насмешки, о котором мы только что говорили. Я хотел только сказать, надо двигаться дальше, но я хотел сказать одну вещь. Пир Ахашвироша это не просто вот такое вот описание небольшого выпивки, которое продолжается 180 дней, а потом 7 дней. В принципе, надо было бы засчитать, но это займет время, поэтому я своими словами. Пир, который после 180 дней еще 7 дней, это пир 7 дней, включая шаббат. Последний, 7 день, это день шаббата. У нас есть один пир, который описан, пир перед шаббатом, который связан с пиром, который называется Миште Левиатан, пир Левиатана, про который все, наверное, слышали. Левиатан Всевышний сотворил в третий день творения двух рыб больших, о которых говорит мидраж двух рыб больших, которые, если бы они плодились и размножались, то они бы заполнили весь мир, поэтому мир не мог существовать, поэтому Всевышний убивает самку, засаливает ее для праведников грядущих времен, и это будет пир Левиатана, который будет сделан вот совсем при входе, в переходный, шла в переходный этап между Алла-Мазе и Алла-Маба, между этим миром и миром грядущим, и во время этого пира начинает раскрываться тайны творения, которые Всевышний скрыл для праведников грядущих времен. Слово Левиатан происходит слово Лилавот, Леви, Леви, Лавая, это проводы, то, что следует за чем-то. У нас есть икр этого мира, это Тора и Митсот, заповеди, которые дал нам Всевышний, но наши мудрецы говорят, что Награда за заповеди в этом мире отсутствует, и награда за заповедь это понимание смысла того, что мы делаем. Если бы человек понимал смысл того, что мы делаем, хотя бы чуть-чуть, то он бы не мог не делать Митсот. Поэтому Всевышний скрыл награду за Митсот, для того, чтобы у нас оставалось свободы выбора, и мы могли попасться в руки царю Ахашвирошу, то есть Езаргары, но могли бы и с ним справиться тоже. После того, как придет время, мгновение перехода между Алла-Мазей и Алла-Маба, в это время Всевышний раскрывает каждому праведнику, который будет в это время существовать, и показывает ему смысл любого действия, которое он сделал в этом мире, любой заповеди, которую он сделал, то есть, как эта заповедь привела, какие тикуним, какие исправления она сделала в мире, и как она приводит весь этот мир к состоянию, для которого он был задуман. И это еда и питье, которое есть, понятно, что это не еда и питье на физическом уровне, когда будут раздавать по куску фрикадельки из рыбы каждому, и дают давать гефилд и фиш и так далее, и речь идет не об этом, речь идет о духовном питании, здесь надо понять само слово сауда, мы говорим сейчас про саудуахашвироша, надо понять слово сауда, саудат митсва, сауда трапеза, что означает слово сауда, от какого корня происходит это слово, слово соэт, это поддержка, поддерживание, в современном юриде оно тоже так же переводится, например, есть дом престарелых, где есть махлака саудит, та махлака, то отделение, где поддерживает людей, которые сами не могут что-то делать и не нуждаются в поддержке извне. Сауда, которая делается обычная трапеза, сауда, шаббат, любая еда, которая человеке есть сегодня, это то, что требуется для поддержки его тела, для того, чтобы тело и душа могли служить Всевышнему. Это трапеза, которую делает человек, это сауда. Сауда-лювиатана, это то, что поддерживает и проявляет смысл всех митсвот, которые были сделаны человеку, человеком для того, чтобы он постиг и начал получать награду за эти заповеди, для того, чтобы награда была полноценной, это и есть основная награда, он должен понимать, что именно он делал. Это сауда-лювиатана, которая идет от слова лавая, лилавод, продолжать. Когда человек приходит на трапезу Ахашвироша, пир, который делает Ахашвирош, пир, Ецархары, основная часть пира, это последние семь дней, которые включают в себя шаббат. Пир шаббата, который должен быть, это сауда-лювиатана. Пир Ахашвироша, который сравнивает все дни с шаббатом, нету никакой цели, и есть и пить у Ахашвироша, это и есть сама цель. Другими словами, Хазаль говорят, что это анти-пир левиатана, это пир, который анти того, что происходило у левиатана, и это тот пир, который сделан для того, чтобы Таева села на Гаеву, и для того, чтобы все это находилось на ножках, который связан с нашей речью, потому что речь человека это самое страшное, что он может сделать, и это речь, которая состоит из ханифы, подхалимажа, лошенгоры, вранья, и главное, лейцанута. Лейцанута не просто пошутить, рассказать анекдот, это не лейцанут, это нормальное состояние некого веселья, которое разрешено, и может быть, митсва. Лейцанута это насмешка над Торой, насмешка над Всевышним. Это то, что происходит, когда Таева и Гаева объединяются, Таева находится на Гаеве, и в результате вместо Таевы Алламхаба, Таевы, желание человека, Хэмдат, Алламхаба, начинается Таева этого мира, Пир, Ахашвироша, Хэмда, погоня за деньгами, которые приводят к славе, которая является Гаевой, которая является троном Ахашвироша, и является то, что стоит на этих четырех ножках. И это то, что происходит у нас в момент, когда Ахашвирош садится на трон и весь мир завоеван фактически Ахашвирошем. Теперь я возвращаюсь к этому пасуку, потому что все это на самом деле Гагро вкратце написал в одном пасуке Мишли. Зет, человек, который мезит, в тот момент, когда он егир, в тот момент, когда он просто и в состоянии того, что он понимает, что нельзя, но очень хочется, поэтому ищет себе возможности как-то пробиться и разрешить запрещенное. Когда этот человек начинает егир, становится егиром, Гаова, у него растет Гаева, то он превращается в Лейца. Мы идем сверху вниз, Таева, Гаева и, наконец, последняя ножка, которая является Лейцанутом. И имя Лейцанута делает так, что он переходит все границы и Авер за Дон и начинает делать Аверод за Дон специально для того, чтобы Авера ради Аверы. Это путь, который говорит Шлома о Меллах, который проходит человек, который идет в себя так, как мы описали. И это и есть первые четыре пасука Бедерих Ремес, который объясняет Гаон Мивильна из Магелла Тестер. Вот, я успел пройти сегодня один пасук Мишли, но зато мы немножко вошли в него глубоко. Так что в следующий раз двинемся дальше. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok